Позы, в которых мы сидим, стоим и спим, очень важны и непосредственно влияют на наше здоровье. Они напрягают наши мышцы и помогают им отдыхать, дают им нагрузку и помогают восстанавливаться во время сна. Чтобы спина была здоровой долгие годы, необходимо спать в правильном положении. Мы решили приготовить для вас несколько хороших советов, которые помогут сделать сон максимально комфортным и продуктивным. Вне зависимости от позы, в которой вы засыпаете, старайтесь, чтобы все тело находилось на одной параллели. Если вы отдыхаете на спине, то маленькая подушечка между коленями поможет снизить нагрузку на спину и поддержать правильный прогиб в зоне поясницы. Подушка обязательно должна помогать держать шею и плечи, избавляя вас от риска сколиоза и других искривлений. Если вы спите на животе, спина может подвергаться сдавливающей нагрузке. Если положить маленькую подушечку между животом и пахом, то тело будет поддерживать спину в правильной и здоровой позиции. При сне на животе лучше выбирать тоненькие подушки или спать вообще без нее. Вы любите засыпать на боку? Жесткая подушка между ногами даст возможность бедрам снять нагрузку снизу спины. Функция подушки под головой – поддерживать спину прямой. Подушка под областью живота тоже поможет поддерживать спину. Когда вы крутитесь в кровати, лучше поворачивать не просто отдельные части тела, а все тело сразу. Оттяните живот немного назад и подтяните колени к сердцу во время переката. Верхнюю часть тела, включая таз, необходимо держать на одной параллели, когда вы меняете позу во время сна. Ученые доказали, что позиция, в которой вы проводите ночь, не просто влияет на сон. Она сказывается на всех сферах жизнедеятельности. Поза во сне может вызывать боль в спине и шее, либо же наоборот оздоровить организм и помочь ему качественно отдыхать по ночам. Лучшая поза для каждого человека – это позиция, в которой вы проваливаетесь в сон. Но помните, что тело три-четыре раза за один цикл сна меняет позицию, чтобы части тела не уставали и не затекали. Для многих людей идеально подходят разные позы. Это значит, что у человека есть два-три положения, в которых ему комфортно отдыхать. И даже несмотря на то, что отдыхать на спине полезнее, чем на животе, каждая поза имеет свои преимущества и недостатки.